МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Америке обязательно проходит таможенный контроль. Прежде всего в этом списке изучаются и анализируются граждане, которые перемещаются из стран повышенного риска, где очень много производится наркотических веществ. Это из стран Южной Америки, Колумбии, это из стран Африки, это также из европейских стран Нидерланды в частности. На борту Адрианы в основном граждане Украины и России. В среднем контроль всех пассажиров, которые проходят возле трапа, занимает не более получаса. Это связано в первую очередь с упрощением системы контроля. Например, установлен четкий перечень вещей, которые декларировать не обязательно, а также сократился список нарушений. Когда судно стало на линию, конечно, возникали свои некоторые нюансы по оформлению Украины и России, требования разные, и поэтому первоначальная документация и комиссия проводилась больше по времени. Проблема с пассажирскими лайнерами, как правило, не возникает. В этом году таможня в Одесском порту оформила уже 24 лайнера, а до конца года планируется, что Одессу посетят еще 54 судна. Валерия Наумова, Олег Шпак, Новая Одесса. Городской склад для хранения вакцин, аналогов которому нет в Украине, торжественно открыли на улице Фонтанская, 3-5. Теперь потребность в хранении иммунобиологических препаратов полностью обеспечена, а значит, одесситы смогут своевременно получить необходимый им препарат, способный гарантировать защиту от различных инфекционных заболеваний. Подробнее в сюжете Екатерины Лапицкой. Оборудование европейского производства, высокий уровень безопасности, пожарная и охранная сигнализация, а также автономный источник питания. Хранилище соответствует самым строгим требованиям. Новый современный склад, который действительно аналога на Украине нету, здесь установлены две новые морозильные камеры. Город нуждается в месяц до 20 тысяч доз. Вместимость склада позволяет хранить до 30 тысяч доз с расчетом на то, что рождаемость повышается. Открытие хранилища – это социально значимое событие для Одессы, направленное на улучшение здравоохранения. Препараты в хранилище будут поступать со склада областного здравоохранения. Здесь будут храниться бак-препараты для вакцинации населения города. Все бак-препараты, которые поступают на Украину, они все проходят проверку, поэтому вся у нас вакцина достойная для вакцинации населения города. Городской склад для хранения иммунобиологических препаратов по задумке сумеет обеспечить весь город необходимыми вакцинами, если будет своевременно распределять их по медицинским учреждениям Одессы. Екатерина Лапецкая, Дуар Шендерович, Новая Одесса. Если город у моря, то рано или поздно на горизонте появятся Алые паруса. В Одессе стартовал 4-й международный гриновский фестиваль. С участниками и программой познакомилась Дарья Сидоровская. Восьмилетний танцор и Елизавета Артемий не только принимают участие в танцевальной феере «Бегущая по волнам», но и своим номером открывают международный гриновский фестиваль в Одессе «Алые паруса». Кукла. Там будет один мальчик, который будет ее высовывать, как кукла, а потом я с ней буду танцевать. В этом году отмечается 90-летие со дня написания Александром Грином, знаменитого на весь мир романа «Алые паруса». В рамках празднования юбилея планируется проведение расширенной программы фестиваля. Состоится поэтический конкурс. Поэтесса Даниэль, как и другие участницы гриновского фестиваля, мечтает стать той самой осоль, за которую приплывет принц под алыми парусами. Очень интересно принимать участие, развиваешься творчески. Есть смысл, стимул для написания новых произведений. Единственные требования организаторов к участникам – талант и романтика. Участников больше, чем ожидали. 1200 участников составляет молодежная программа. Остальной взрослый состав еще подтягивается, поэтому количество мы будем знать уже в конце фестиваля, а не в начале. Наш фестиваль отличается от всех остальных фестивалей программой нон-стоп. Мы работаем без предварительной записи, без предварительных договоренностей. Все свободно могут войти, но, безусловно, их просмотрит жюри. Это жюри – это люди высокого профессионализма. В завершении фестиваля вечером 23 числа все смогут наблюдать яхту под алыми парусами, которые стартуют от молодой гвардии. Дарья Сидоровская, Тарас Осипов, Новая Одесса. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема в решении, которая может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 706-38-96. Наш выпуск завершат проект международных новостей «100 секунд» и прогноз погоды. Увидимся в 19 часов. В студии был Антон Равицкий. Хороших вам новостей и хорошего вечера. В результате подрыва заминированного автомобиля в столице Ливана, Бейрути, погибло 18 человек. Около 300 получили ранения. Теракт был совершен в час пик, что стало причиной столь большого числа жертв и пострадавших. Многие оказались в ловушке внутри поврежденных зданий в эпицентре взрыва. Полиция и спасательные бригады разбирают завалы. Ответственность за теракт взяла на себя сунницкая исламистская группа бригады Айша. Землетрясения силой 6,5 балла по шкале Рихтера причинили разрушение в центральной части Новой Зеландии. Движение на ряде трасс было прервано. Приостановлено железнодорожное сообщение. Наблюдали сбои в подаче электроэнергии. Сообщения о жертвах пока не поступали. Землетрясение – достаточно обычное явление в Новой Зеландии, два острова которой расположены вдоль Австралийско-Тихоокеанского тектонического пласта. Не ослабевает напряжение в Египте, где друг другу противостоят противники и сторонники отстраненного от власти президента Мурси. По сообщениям СМИ число жертв кровавых столкновений растет ежедневно. Это побудило выступить со специальным заявлением президента США Барака Обаму, который решительно осудил жестокие действия, предпринимаемые временным правительством и силами безопасности Египта для разгона демонстрантов. В Ватикане Папа Римский Франциск попросил верующих присоединиться к нему в молитве за прекращение насилия, которая наблюдается в эти дни в Египте. Обращения Папы пришли на следующий день после столкновения между силами безопасности и сторонниками мусульманского братства, в которых погибло более 500 человек и тысячи получили ранения. Специалисты НАСА прекратили попытки восстановить в полной мере работу космического телескопа Кеплер, в котором неадекватно работает механизм, отвечающий за точную ориентацию прибора в пространстве. Ученые, тем не менее, рассматривают возможные варианты использования аппарата для дальнейшего изучения галактик. Телескоп стоимостью 600 миллионов долларов находится в космосе с марта 2009 года. Срок его службы был продлен на 4 года в ноябре 2012. Субтитры создавал DimaTorzok Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%. Температура воздуха ночью 22-25, днем 22-27 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Продолжение следует... Продолжение следует...